Вопиющий случай произошел вечером пятницы в полутора километрах от Тельвиски. Как сообщает пресс-служба окружной полиции, в дежурную часть управления поступило сообщение о том, что в приемный покой Ненецкой окружной больницы доставлена жительница Наринмара с 1975 года рождения с телесными повреждениями различной степени тяжести. Все произошло вот здесь, в полутора километрах от Тельвиски, в пятницу вечером на женщину 1975 года рождения, совершавшую пешеходную прогулку, наехал снегоход. Пострадавшая была доставлена сотрудниками МЧС в приемный покой окружной больницы. По словам заведующего хирургическим отделением Николаем Гмиром, пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии. Женщина потеряла много крови. При обследовании Лея Ивановича имеются рваные раны в области коленного сустава, правого голени, переломы костей обеих коленей, переломы открытые, в общем, там давление низкое. Кроме этого не исключалась травма и повреждение органов брюшной полости, потому что когда сделали УЗИ, там ввели свободную жидкость, то есть в брюшной полости находилась кровь. Поэтому надо было установить причину вот этого кровотечения, которое в животе. Врачи окружной больницы оказали пациентке экстренную помощь. Была проведена первичная хирургическая обработка ран, дренаж брюшной полости. Врачи вовремя остановили кровотечение. Учитывая тяжесть состояния, женщина была переведена в реанимационное отделение. Сейчас она находится на искусственной вентиляции легких. О том, что в больницу поступила женщина со множественными ранениями, врачи сообщили полицейским. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Полицейскими были обнаружены фрагменты снегоходной техники синего цвета. И уже на следующий день, в дневное время, сотрудниками уголовного розыска была установлена личность виновника происшествия. Им оказался житель города Наринмара, 86-го года рождения. Именно этот мужчина, его попутчик, по словам сотрудников полиции, вызвал поисково-спасательный отряд. Дождавшись, когда приедет служба МЧС, молодые люди сказали, что обнаружили пострадавшую случайно. При этом сотрудники МЧС поверили, как говорится, на слово. Ни осколки от снегохода, да и вмятины на спецтехнике их, видимо, не смутили. Если бы она поступила как дорожно-транспортное происшествие, то было бы организовано взаимодействие с правоохранительными органами одновременно. Значит, информация поступила о том, что просто нужна помощь, что там, возможно, лежит женщина, которой необходимо оказать какую-то первую помощь. Видимо, поисково-спасательная служба подумала, что женщина просто споткнулась. Коллеги-спасатели из Архангельской области в таких случаях действуют по-другому. Они поделились своим опытом по телефону. Быстрее всего они должны, наверное, были проинформировать. Но по большому-то счету, из нашего опыта, если, допустим, наши службы выезжают на происшествия, если требуется помощь УВД, то наша диспетчерская служба сообщает. Помочь обезопасить жителей округа от подобных случаев поможет законопроект о снегоходных трассах. Его парламентарии уже приняли в первом чтении. Речь идет об организации снегоходных маршрутов и установлении требований к ним. На федеральном уровне пока правовой статус и особенности регулирования правоотношений в сфере организации движения по снегоходным трассам не определены. Таким образом, закон НАУ поможет стать первым документом, регламентирующий статус снегоходных дорог. В отношении мужчины, который совершил ДТП, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.